Я рад приветствовать лаборантов на канале Дамако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Лоботомик Горборейшн. И да, наконец-то появился январский крупный патч. Дорогие друзья, этот патч очень многое поменял в механике работы с персоналом. Давайте уже посмотрим досконально и изучим, что же конкретно поменялось в этой игре. Я читать, естественно, этого ничего не буду, мы все это видели. Ничего нового здесь нет. Терминал, ЕС, старт. Погнали смотреть уже саму игру. Как вы видите, у меня один пока работник. В прошлый раз нам давали три сразу работника. А вообще было какое-то изменение, что давали вначале пять работников. Предыдущее изменение, которое вносила игра, давало пять работников, но потом работники приходили сложнее, труднее. Вот. А сейчас, как вы видите, у нас всего один, но мы можем купить больше. Нажимая на кнопочку вот эту, да, хир, да, называется, или как она правильно читается, ну, не важно. Нажимаем на нее, добавляется один работник. За четыре очка лаборатории. Я не знаю, наверное, это лаборатории или лаборанты. Что это значит, я не знаю. Лоб, да, сокращенное аббревиатура чего-то вполне возможно. Может быть, это просто слово какого-то сократили. Но теперь у нас есть такие вот очки. И за счет этих очков мы покупаем все вообще здесь. То есть полностью вся работа с персоналом у нас будет проходить за счет вот этих вот очков. Мы можем нанимать персонал. Мы можем кастомизировать персонал именно так, как нам хочется. Это огромный плюс. Хотя, в принципе, необходимости как таковой я все-таки в этом не вижу. Но я вам сейчас все покажу, вы все увидите. То есть мы можем нанимать, значит, персонал. Как видите, мне срандомило вообще два оптимиста. Это, в принципе, наверное, неплохо. Давайте посмотрим, кто нам выпал. О, нам выпал отличный чувак. С ним надо просто беседовать. Черепушич, наш кореш, самый первый. Как вы видите, игра полностью у меня сбросилась. Весь мой прогресс был уничтожен. Разработчики специально это сделали, чтобы сбросили весь прогресс игры. Но почему-то они не сбросили изучение наших монстров. А так как монстрюков мы всех изучили на золото. Ну, не считая только некоторых, да, двух. Я не изучил молот до конца. И мы не изучили кнопку. По-моему, кнопку вообще изучить нельзя. Хотя многие мне убеждали, ну, не многие, некоторые, я так вам скажу, некоторые игроки убеждали о том, что ее можно изучить. Хотя я вот у мани приложу как. Но говорят, что если, типа, ты нажмешь на кнопку и выживешь, переживешь этот хаос, то она изучается. Кнопка. Может быть это так. Ну, по-потестим, попробуем со временем. Но молот изучается, это точно. Молот я изучал. Когда происходит хаос, вы идете изучать молот. Он любит, когда его чистят. И он изучается потихоньку. Я его пару раз изучил даже. Вот. Давайте, дорогие друзья, начнем, наверное, игру. Но перед этим, да, давайте посмотрим еще новое введение кое-какие. Очень интересный. Специал. Здесь есть спешал вкладочка. Теперь мы можем кастомизировать, полностью кастомизировать своего персонажа. Но! Есть некий минус кастомизации. В каком плане? Во-первых, персонаж наш теперь, после кастомизации, стоит дороже. Теперь, видите, он стоит сразу же. Вот после выпуска, даже первого уровня. Персонаж выйдет первого уровня. Как видите, цифра К1 здесь. Мы можем выбрать полностью уровень, который хотим. Можем хоть пятого уровня создать. Он будет стоить 10. 10 очков сразу же. И можем выбрать любую профессию, которую хотим прикрепить к нему. Любое лицо. Лиц тут много. Есть еще прикольненькие. Мне очень нравится. Вот это мне очень нравится лицо. И... Ха-ха. Как это еще было такое? Где-то оно. Сейчас посмотрю. Оно такое забавно. Это, наверное, у девочек. У девочек, точно. У девочек свои лица. Нет? Но было... А, во-во-во-во. Вот это мне нравится. Во-во-во. У-у-у-у. Удивленно. Удивленно пораженное лицо. Ну и также прическу мы можем тоже выбрать. Также мы можем написать имя, любое имя, которое хотим. И плюс ко всему можем выбрать, кем он будет. Оптимистом, пацифистом и так далее и тому подобное. По сути это очень круто. Особенно поможет и в будущем, да. Я не знаю, насколько много будут давать очков. За что их дают. Наверное, за изучение. За работу с монстрами и так далее и тому подобное. Может за удачную работу. За быструю скорость. Не знаю, за что нам будут выдавать эти очки. Но со временем, когда очков будет много, можно будет кастомизировать сразу же. Создавать новых персонажей мощными. Мощными. Второуровнями, третьеуровнями, четырехуровнями. Не важно. Самое главное, мне кажется, это вот этот пункт здесь. Но опять же скажу, что это не сильно важно. Потому что мы в предыдущий раз пользовались полностью рандомными, выдаваемыми игрой персонажами. И вполне хорошо. И даже бы я сказал, на суперском уровне справились. У нас не было затыков, что нам кого-то там не хватало или еще что-то. Мы просто грамотно все распределили. У нас даже оставалось два или один. По-моему, один. Один персонаж, которого мы вообще не задействовали. Он был у нас первого уровня и остался просто тупо в запасе. Но теперь плюс то, что нам не нужно с вами ждать, сколько нам выдадут. Нажал, хоть нажми сейчас. Вот я, например, сколько по четыре дают. Всего у нас было 16. Получается, я мог сразу пятерых нанять. Как, в принципе, и было раньше. Как было в прошлом патче. Пятерых можно было нанять в первый день. Я необходимости такой не вижу. Пятерых нанимать в первый день на одного монстра. Нам с ним надо все лишь разговаривать. Справится и один персонаж вообще, в принципе. Еще есть такая вот кнопочка. Ресерч. Смотрите, прикольно. Вот это вот очень крутое изменение, я считаю. Как вы видите, в каждой лаборатории есть какие-то прокачки, кое-какие апгрейды. И, наверное, они будут принадлежать определенной лаборатории. Возможно. А может быть, они будут действовать на всех персонажей. Про это мы узнаем чуть-чуть попозже, когда нам выдадут возможность вообще качать этих героев. Хотя сейчас можно качать. Вот, пожалуйста, я нажму. Она заберет какое-то количество очков. И мы сможем, например, увеличить скорость. То есть теперь нам не дают возможность сразу увеличивать скорость нашу, ребята. Нам говорят о том, что если вы хотите увеличивать скорость, качайте вот эту способность. Что мы сейчас здесь сделаем. И вы будете мониторить со скоростью в полтора и в два раза. Ну, естественно, мы это будем делать. Нам удобно очень ускорять. Потому что для этого очень удобно посмотреть. И также есть много всего. Наверняка это воздействие, наверное, на какое-то... Так, мы ничего не выбрали, да? Тут написано, вы, типа, ничего не прокачали. Так, это у нас на что-то на оружие. А это что-то на пистолет? Это на обычной дубинке, на миле оружие. А это на пистолеты. Как видите, здесь очень много всего. Это что такое? Ну, это, наверное, даже мы выбрать не можем. Да, пока мы не откроем вот эту лабораторию, да, написано. Not open. Типа, не открыта зона. Ну, ясно. Пока не откроем, значит, ничего этого сделать не можем. Прикольно. Знаете, это какой-то определенный такой стимул придает развиваться. Хочется прям. Знаете, хочется все открыть. Хочется все прокачать. Блин, это... Я вот такие вещи обожаю. Просто. Ну, интересно, что она дает. Я немножко не до конца понимаю, что здесь написано. Написано. Потому что... Я не понимаю, что разработчики пытались этим сказать. Но, естественно, мы потом посмотрим, когда уже изучим это. Но я так понимаю, что мы можем отслеживать. Теперь можем, точнее всего, видеть. Какой-то типа шкалы, что-то измерения. Для уцелевших аномалий мы можем их конкретно анализировать. Как бы их алгоритм, видимо, развитие. Мы сможем теперь наблюдать, как... Видимо, на какой стадии они развития. Или как близко мы к тому, чтобы изучить его. Что-то в этом духе. Но посмотрим уже в будущем. Я говорю, это здесь не очень понятно. Мне ХП, Гэйдж, вот это... Я не понимаю, к чему это вообще здесь. Ну, ладно. Не важно. Очень много всего, вы как сами видите. Да, очень много разных способностей, особенностей. Что тоже очень интересно. Вот интересно, что это такое. А здесь у нас увеличение... Увеличение восстанавливающей системы. Ну, то есть улучшение восстанавливающей системы. Мы можем быстрее восстанавливать здоровье. То есть в период ожидания у нас сокращается именно период восстановления. То есть мы быстрее начинаем восстанавливаться. И количество восстанавливаемого ХП увеличивается. Это очень хорошая система, потому что мы здесь много будем тратить всего. Интересно, такая же есть система на психологическое восстановление. Да, на наше ментальное состояние. Вполне возможно. Контюнмент. Вот что-то с ментальной, кстати, связано. А, смотрите. Увеличивает защиту. На ментальную защиту нашу увеличивает. Это, кстати, хорошая вещь. Надо будет взять тоже. На пятюничек прокачивать 100%. Как и это. Это первостепенно вообще. Тут что-то у усиления на оружие. Пистолет первого уровня. Дубинка первого. Второго уровня. Ну, короче говоря, вы поняли, да? Будем качаться. Можно, кстати, сразу вкачать. Почему бы и нет? Я бы, наверное, вкачал бы вот эту вот... Насколько? На шестюнчик. Ну, давайте на разок вкачаем. Это надо будет вкачивать 100%. Это вещь первостепенная. Давайте погнали. Погнали начнем. Что у нас там с ребятками? Давайте закроем. Надо хотя бы одного взять. Кто у нас пойдет? У нас там, да, Говорун, да? К нему пойдет, естественно, этот агент. Но давайте возьмем... Я не думаю, что есть смысл. Вот этого брать, наверное, тогда пока я не буду. Но что, у нас только один будет ходить разговаривать. Погнали. Начнем первый день. Как вы слышите, да? Музыка к огромнейшим нашей радости. Я не знаю. К моей, по крайней мере, это уж точно. Музыка не прекращается, дорогие друзья. Значит, звук будет теперь всегда. И это очень приятно. Погнали. Сразу можем ускорить. Интересно посмотреть новых монстров. Три монстра новых. Выглядит очень загадочно. И при этом один выглядит ужасно жутко. Там какие-то зубы и глаз. Что-то реально будет жутчайшее. Смотрите-ка. Ух ты. Что творится? Пропали. Пропал. Я не могу теперь видеть наше состояние. Походу, это вот и есть. Вот это описание, которое я сказал. Что я не понимаю особо, что это за описание. Походу, это вот как раз оно и было. Да. Точнее, это было значение. Что мы можем видеть наше состояние ХП. И, наверное, состояние ментальное какое-то, что ли. Начинаем накапливать энергию. Как видите, вот здесь у нас появился новый индикатор. Этот индикатор именно хорошего настроения нашего героя. То есть, мы здесь конкретно видим, насколько он падает, насколько он увеличивает. То есть, заходит вот в эту черту, значит, он сразу будет в плохое настроение. И нам надо до этого стараться, конечно. Смотрите, 4 очка лоба мы получили от этих лобов. Получается, за прохождение 4 очка. Каждый день 4 очка. Но, в принципе, можно накопить неплохое количество. Ля-ля-ля, трапа-ля. Может, конечно, это на что-то влияет. Выбор, да? Может быть, нам дадут определенную аномалию именно с этим выбором. Давайте посмотрим. Так, паук у нас идет и... Так, оптимист мужчина. Вот это плохо. Вот это плохо. Давайте выберем еще одного. Опять мужчина. Черт. А у нас всего 2 очка. Вот как мы будем сейчас его кормить? Вопрос. Смотрите, нам как дают. Где девчонки? Это не честно. И мы не можем выбрать спирсов, потому что у нас спирсов, да? Потому что у нас нет очков. Как мы паука будем кормить? У нас он сожрет сейчас всех, короче. Ну ладно, погнали. Давайте начнем. А там посмотрим. Дожить до 30-го дня у нас задача. А, до 30-ти энергии, точнее, извините. До 30-ти энергии. Сейчас простая задача. Сейчас нет такого типа выживите, пожалуйста, выживите. Сейчас просто идет конкретное исчисление в энергиях. Заполнили энергию. Кстати, довольно-таки быстро накапливается. Вам так и показалось? Что очень быстро накапливается энергия. У паука, смотрите, какая шикарная, довольная рожа. И как долго она держится. Вы посмотрите, вот у него вот как надо долго прождать, чтобы у него скатилась рожа до плохого настроения. Так, давайте-ка мы сразу разговаривать пойдем. Погнали. Будем ждать ухудшения. Надеюсь, что оно не наступит до того момента, пока мы закончим. Энергия копится очень быстро. Стала энергия накапливаться реально быстро. Раньше такого не было. Сейчас она очень быстро. Но это может, знаете, за счет того, что у нас с вами прокачаны все на золото, естественно. Вполне возможно даже, что... Да, именно из-за этого. Все, можем больше не париться. Если бы мы начинали, наверное, с первого уровня, все бы копилось гораздо дольше. Сейчас мы очень быстро будем накапливать. Первые уровни будут пролетать у нас с вами вот так, вот так, вот так. Кстати, система сохранения вроде как-то переработана. Не знаю, насколько она переработана. Как может теперь происходить сохранение? Но может быть, теперь не каждый пятый день сохраняется игра. Может быть, она сохраняется теперь после каждого выхода. То есть каждый день может сохраняется. Я не знаю. Это мы увидим позже. Но я все-таки рисковать не буду и дождусь пятого дня. И на пятом дне мы, естественно, выйдем. А до этого времени мы пока посмотрим, что еще. Я буду сейчас копить очки, потому что у нас не хватает. С вами человек. Кто здесь? Девочка плачущая. С ней надо играть. С ней должны играть. Играть есть кому. Так, кормить и играть. Может, наймем еще одного? Или нет, давайте дождемся. Я боюсь рандомить. Честное слово, вот просто нет возможности рандома нормального. А вдруг девочку вообще не дадут? И мы просто тупо сейчас опять 4 очка скинем. А так-то мы на следующий день сможем с вами уже... Давайте я возьму все-таки. Двоих возьмем. Два голубоволосых. Два брата. Акробата. Одного, кстати, уже второй уровень. Этого пока паренька мы набрать не будем. Два голубоволосых нормально. Погнали. Двух хватит. Девчонка-девчонка поиграем. А с этим трогать его не будем. Я думаю, он нас и так восстановит. А на следующий день уже поправим, конечно. Придется очки потратить, к сожалению. Придется очки потратить. Потому что я не знаю, как так зарандомить, чтобы нам выпала девочка. Но нам пока не везет. Два мальчика у нас. Три мальчика, точнее всего. И это очень плохо. Так. Тихо-тихо-тихо. Смотрите, у нее есть желтая полоса. То есть она не просто. У нее еще есть желтая полоса. Так, хорошо. Интересно. Вот с этим индикатором становится многое понятно и интересно наблюдать. Потому что до этого мы вообще не понимали, как у них работает система удовольствий. То есть когда она спадает, сколько надо терпеть или сколько надо ждать. А теперь мы все это видим. Паук, кстати, клевый. Действительно. У него раньше тоже такая тема. Я за ним наблюдал, что он очень долго голодает. У него очень долгое время держится вот это насыщение. Хорошим настроением. Погнали. Посмотрим сейчас. Я думаю, опять мы успеем полностью восстановить себе, получить энергию до того момента, пока у паука упадет настроение. И это хорошо. Как раз в следующий день мы сможем сделать девчонку. Я, блин, не знаю. Мне хочется зарандомить. Ну, потому что я вроде не по чесноку как-то. Ну, как так-то? Мне только нужна девчонка. Пускай она будет оптимистом. Но она нужна мне. Одна девочка. И все. Этого бы вполне было бы достаточно. Хорошее настроение пока присутствует. Можно даже больше не париться. Пока ждем. Скорость идет. Со скоростью звука мы тут проходим это все время. Можно еще отправить на всякий случай. Потому что падает. Четыре очка еще мы получили. Третий день пройден. Переходим на новый. Блин, с музыкой, конечно, они молодцы. Молодцы, что поправили. Прям я очень рад. Действительно. Смотрим следующего. Кто у нас? Ага. Бист. Бьюти энд бист. Так. Так. У нас троих хватит нам. Блин, нам нужен одни человек. Я не знаю. Как сделать так? Давайте думать. Но я вообще рандомлю полностью. Получается, создаю нового персонажа. Даже не просто. Это даже не просто типа добавленный персонаж. Типа одного из этих обрабатываем. Мы просто создаем совершенно нового. Новый герой. Он, правда, будет, падла, очень дорогой. Очень не хочется этого делать. Но, естественно, хотелось бы девочку. Пускай она будет каким-нибудь пацифистом. Она должна уметь кормить. И еще она что должна уметь? Что нам там не хватает? У нас есть кормежка. Есть дружба. Есть битья мало. Битье надо почаще. Давайте, ладно, посмотрим. Драки. Чистка тоже, кстати, было бы неплохо. Там ботинки. Ботинки мужчины чистят. Все понятно, короче. Ладно, давайте дальше. Специал. Спешал, точнее. Так, у нас, значит, битье по-любому будет. Будет кормежка по-любому. И, наверное, я игру возьму. Игру. Чистку. Игру, чистку. Пускай будет игра. Пускай будет игра. И мы возьмем, конечно, пацифиста. Пацифиста возьмем. Почему бы и нет? Пускай это будет пацифист. Первый уровень. Девочка. Причесочку надо выбрать какую-нибудь чудненькую. Какую-нибудь такую забавненькую. Ну, пускай будет такая вот такая прикольненькая. И рожицу какую-нибудь. Вот это класс. Или вот такая, которая не выспалась, знаете. А такая, типа, я не спала три дня. Не-не-не. Вот это вот. Она новенькая. Она пока еще не знает, какую на жопу попала. Пускай будет такое лицо у нее. Как ее назовем? Я не знаю. На русском же писать нельзя, да, наверное? Только на английском вряд ли можно будет писать на русском. Это будет. Нет, смотрите, можно писать на русском даже. Это прикольно. Какая? Ну, пускай будет прелесть. Пускай будет так. Создадим. Я ее возьму, естественно, с собой. И погнали. Давайте начнем. Наверное, троих нам хватит, да? Один на кормление. Да-да-да, троих должно хватить. Вполне хватит троих. Погнали. Жалко. Жалко, что пришлось все-таки потратить. Ну, я говорю, я просто не стал рисковать. А то мало ли вдруг, а вдруг у нас бы не получилось. Это было бы очень плохо. Так, нам надо, чтобы кто-то избил вот эту вот паскудину. Ну, давайте вначале, наверное, отправим на разговоры, естественно. На разговоры. У нас двое на разговоры. Так, подожди, подожди, подожди. На разговоры, на избиение. Пускай она и забьет. Пускай она и забьет соплю, но этого ненавидящего все, все людское вообще. Так, ладно, тогда это пойдет играть. Кто пойдет играть? Пойдет играть ты, а ты будешь разговаривать. Разговаривать будешь ты. Все, погнали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, классная музычка. Как я рад, что все-таки музыку подопилили. Ах, как приятно. Теперь вот этот фон, он создается, и настроение создается сразу же. Это приятно, приятно, конечно. Отлично разговаривает. Смотрите, очень хорошо все проходит. Все, много очень удачи. И из-за этого очень неплохо. Так, ладно. Как тут у нас, кстати, идет дела? Да нет, нормально вроде все. Здесь тоже очень хорошо, очень хорошо сразу. Смотрите, как на сокол он недоволен. Вот так что за скотина все-таки? Ну, бист, тварь. Вот, тварь. По-другому его не назвать. Ты тварь. Просто все говорят ему, ты тварь. Ну, типа зверь, тварь, не важно. Давайте играть сразу же. Сразу же играть. Не знаю, девочка идти играть. Она так-то нормально надамажилась. Давайте, пускай пойдет лучше вот он. Пускай идет играть. В остальных все пока нормально. Пока терпим. А девочка у нас перебережет свои силы для вот этого паука. Паук вроде бы неплохой. Кстати, можно сразу отправить, наверное. Пускай она пойдет покормит эту прелестную паучиху. Сгусток паучков. Надеюсь, ее не сожрут. Она так дорого мне далась. Очень дорого. 10 очков. Е-мое. На 6 очков дороже, чем любой другой персонаж, который здесь есть. Но мы покормим. Смотрите, здесь все хорошо. Проходит психологическая атака пошла. Ничего страшного в этом нет. Опять смотрите, как вообще просто у него. Ну, я говорю, это мы то, что и мы так сильно изучили. Из-за того, что мы так сильно изучили наших монстров. Поэтому у нас так все хорошо. Пятый день. Пятый день. Давайте. Пятый день. Дом построить. Нарисуем. Будем жить. Все. Идем сразу разговаривать. Так, подождите. Не-не-не-не. Давайте сразу бить идем. Все будем делать постепенно. Бить. Играть. И разговаривать. Бей, играй и разговаривай. Вот лозунг нашей кампании. Ускоримся. Посмотрим. Как наши ребятки будут справляться. Я думаю, все хорошо. Все будет вообще идеально. Держим экран приблизительно на таком состоянии. Буду держать, чтобы всех сразу видеть. А то не видеть-то их опасно. Но пока, слава богу, враги не настолько опасны. Да, они все довольно-таки вменяемые. Интересно, кстати. Сейчас будет же Вич-доктор, да? И он, этот Вич-доктор. А, кстати, нет. Может быть, даже и не будет Вич-доктор, да? Если будет, то, наверное, будет сразу Белая Ночь. Потому что Доктор-то ведь... То есть, сохранилось же у нас, да? Вот эти все золотые. Значит, наверное, и Ночь будет. А не Доктор. Это вопрос интересный. Да, было бы посмотреть, кто же будет все-таки? Доктор или Ночь? Посмотрим. Доктор, ну кто не понимает, в чем дело? Про что я вообще говорю? Ребята, посмотрите предыдущие серии, вы все поймете. Не буду вам спойлерить, потому что это очень интересный момент. Довольно-таки тонкий и любопытный. Так, давайте сразу. Так, у нас ушла отсюда тоже девочка ушла. Идем мы сразу кормить паука, естественно. Кормим. И ведем к нашему бесту кого-нибудь поиграться. Пускай идет играть вот он. Ну как, все по плану. Как в песне, да. Все идет по плану. Конечно же нам хотелось бы, ну мне по крайней мере бы, хотелось бы заработать больше очков и не тратить на вот такие вот рундомные создания. О, смотрите, вообще идеально. Просто мы идеально смогли удовлетворить его потребности в голоде. Но по-моему он никого не убил, все нормально. То есть его идеальное состояние, оно именно из-за хорошего настроения. То, что мы хорошо покормили, а не из-за того, что может кто-то накосячил и он его сожрал. Смотрите, беста вообще неугомонный. Он золотой и паскуда серый, но не хочет радоваться. Я тебе, как вот тебе, что тебе сказал? Иди-ка, получи. Давайте девочку будем качать. Девочку качать очень хорошо. Прокачанная девочка с умением готовить, готовить кушать, это значит, она сможет нас успокаивать, нашу железную машину, молотилку. Это игровой аппарат, который может уничтожить просто любого с маленькой ментальной защитой. 20 очков! 20 очков мы получили, ребята, за пятый день. Мы пять дней закончили, и каждую пятерку, наверное, будем получить по двадцатке. Это просто супер. Ну, это было круто. Да, давайте посмотрим, что нам приготовил следующий день. Шестой день и новая лаборатория. Заметочки кое-какие. Кстати, что-то, по-моему, поменялось, нет? Или это просто Keywords? Может быть, что-то и поменялось. Может быть, нет. Мы сюда редко заглядывали. Старт. Давайте посмотрим. Так, новая открылась. Что у нас открылась? Ага! Нижняя лаборатория открывает. А, ну так и было, да? Так раньше тоже было. Тоже нижняя лаборатория открывалась первой. Так, тут сразу один чел. А, нет! Тут теперь такого нет, ребята. Тут теперь все общее. Тут этот чел теперь для всех. И нет такого, что, типа, этот чел, переведите этого чела сюда, чела. Хотя, раньше, в принципе, тоже самое, да? Это общий список мы с вами закидывали. Да, 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 да. Это я что-то. Это я уже что-то по-новому... Давно мы не играли, по-новодумывал, понимаешь, ересь всякую. Давайте посмотрим, естественно, кто у нас здесь. Опа! Белая ночь. Как вам такое, а? Как вам такое? В первые... Ё-моё, в первые же дни. Вот мы еще будем страдать. Я вам так скажу. Мы будем страдать очень сильно. Но страдать мы, правда, будем в следующей уже серии. Я думаю, дорогие друзья, я сделал такой небольшой обзорчик. Мы посмотрели все возможности. Я не знаю. Да, должна быть. Белая ночь сохранится. Потому что раньше тоже было сохранение такое, когда на пятый день сохраняемся. Первый монстр, который появляется, он сохраняется и на следующее, последующее прохождение. Как мы будем переживать Белую ночь? Потому что вы сами знаете, насколько эта тварь опасная. И в первые же моменты, когда она приходит. В первый, а второй... Ну, то есть, в периоды там... С первого, наверное, по десятый день, если она приходит. То справиться с ней крайне сложно. Вы это прекрасно знаете. Даже то, что она у нас прокачана на золото, не дает нам права просто наслаждаться и легкой жизнью с ней. Она будет создавать нам массу неприятных моментов. И я даже не знаю, как мы будем это переживать. Дорогие друзья, понятия не имею. Ну, посмотрим, посмотрим. Вроде как бы, если у Белой ночи... Ну, ладно, это... Все это будем разбирать в следующий раз. В следующий раз. Не буду я сейчас на этом акцентировать внимание. По-моему, добавление, обновление очень даже годное. Очень интересная система. Очень интересная. Кстати, сейчас возможности пооткрывались. Мы можем теперь наблюдать. Давайте сразу купим. Вот это тоже очень надо. Очень надо. Ой, очень надо. Так, у нее же там тоже, да, вроде... С ночью-то тоже... Да, наверняка надо будет. У нее тоже должен резист быть на... Вот, точнее, вот это. Вот это, да? Да-да-да, mental damage. Да-да-да, вот это нужно будет нам. Потому что... Она будет бить очень сильно нам по ментальной защите. И вот знаете, что самое интересное? Давайте посмотрим, кстати, всех персонажей. Мне просто любопытно, с прокачкой нового уровня растет ли у нас... Да, растет. Растут наши статы. Это очень хорошо. Я просто думал, что, может быть, теперь они просто как бы... Ну так, съехали. Типа, не будут у вас расти статы. Ну, не будет расти у вас ментальная защита. Не будет расти у вас хп. Вы будете ее покупать теперь за очки. Типа того. А оказывается, нет. Все-таки что-то дорастет. Мы видим, что и хп подросло немножко, и ментальная защита. Первые 2-3 уровня растет очень мало. Четвертый уровень растет много. Пятый уровень очень много. Так что первые 2-3 уровня Тут даже сложно ориентироваться Но что-то рост какой-то есть вроде как Вроде как что-то растет Посмотрим, посмотрим, дорогие друзья Да, забалтывался опять я Надеюсь, вам понравилось это прохождение Такое легенькое, но при этом мы посмотрели все, что хотели Прикольно снова вернуться в эту игру И начать с первого дня Это довольно-таки весело Надеюсь, вам понравится следующая серия И вы будете с надеждой ждать, когда же появятся новые монстры Как это буду делать я А новые монстры появятся в ближайшее время С вами был Станислав Не забывайте ставить лайки, комментировать это видео Добавляйте плейлисты, вступайте в нашу группу ВКонтакте Дорогие друзья, вас всех крепко обнимаю Целую и люблю, увидимся в новых прохождениях Всем пока